Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости моего канала. Суббота. Сходил я на барахолку. Опять пошел уже в то же место, где я был недавно. Там, где я взял саньо, да взял разобранный шарп. И опять оттуда же у меня вот такие вот интересные покупки. Взял два аппарата. Взял вот такой вот No Name. Взял за копейки. Взял только из-за того, что целая антенка. Антенка всегда у нас где-нибудь пригодится. Нынче это совсем дефицит. А так это что-то китайское. Сейчас даже посмотрю. Полный No Name. No Name, No Name еще. Ну, пригодится. Хотя что тут пригодится? Ну, трансформатор может быть. ЛПМ тут. Тут все выдрано. Ну, тут может быть накладки вот эти вот. Честно говоря, может пригодятся где-нибудь. Ну, антенна. Взял за копейки. В принципе, как? Я его даже не покупал. Я его купил с еще одним аппаратом. Вот. Это вот первое барахло. Честно говоря, барахло. Только из-за антенны забрал. Вот тут листики. А вот второй аппарат. Вот это вот. Вот это я называю улов так улов. Оп. Оп. Оп-оп-оп. 939 Sharp. Вот в таком очень неказистом состоянии правый подкассетник не закрывается. Левый подкассетник выломан. Но мне отдали сам подкассетник. И у подкассетника, ну, подкассетника, живые оси. То есть, он выломался с корпуса. А мне как раз, как раз нужен левый подкассетник. Причем не то, что нужен, а вот нужен, нужен, нужен. Опять что-то вылетает отсюда вам. Так. Купил я этот аппарат, честно вам скажу, Дора. Человек начал торговаться цифрой чуть больше 120 долларов. Я ему сказал, я говорю, пойдите перекреститесь. Ну, откуда такие цены, говорю, за тушку. Долго мы с ним торговались. В принципе, я купил. Купил дорого. Дорого купил. Но почему купил опять-таки? Запчастей на 939 нет. Мне очень нужен левый карман. В одном из предыдущих видео. Там я делал реставрацию. Аппарат. У меня как раз был сломан левый карман. Как раз вот у меня тютя в тютю. Я его туда поставлю. Опять-таки, донор. Внешний вид, он может быть грязный. Может быть он грязный. Но, я вот смотрю, смотрю. Если его начать отмывать, то довольно-таки в хорошем он состоянии. Просто он очень-очень грязный. И вот, честно говоря, в какой-то вот как жиру. Мне, наверное, такое впечатление сложилось, что он, наверное, где-то стоял на кухне у кого-то. На вопрос колонки. Я говорю, колонки есть или нет? Где-то, может быть, валяются. Я говорю, ну вы же смотрите. Еще я тоже продавцу задал вопрос. Я говорю, ну вот вы носите, вот так вот торгуете, продаете. Я говорю, может быть, я к вам подъеду. Все сразу посмотрю, может все закуплю. Начал что-то юлить. Я так понял, наверное, он не свой товар продает. Ну, в принципе, в принципе. Какая мне разница? Я аппарат забрал. Вот, в принципе, я покупкой более-менее доволен. Теперь, значит, что по работоспособности? Сказал, что не работает. Не работает, не работает. Ну, проверить-то надо. Давайте проверим. Начнем, может быть, с часов. Проверка проверкой. Я не показал обратную сторону. Антенна. Как обычно, она что есть, что ее нету. Обломанная. Толку от антенны нет. Серийный номер не вижу. Он стерт. Ну, как по мне, восьмерка, 88-й год. Так, взял я батареечку. Ну, не работает. Не работает, не работает. Часы не работают. Но, честно скажу, там по часам всегда... У них так контакты окисляются. Ну, часы в нерабочем состоянии. Так, нитка веньера крутится. Тут все хорошо. Регуляторы. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, подсоединяем, пробуем включать. Кстати, сразу прошу прощения, если кто-то заметит, я одел немножко грязноватые перчатки специально, так как, ну, сильно грязные аппараты. Уж не броните меня. Посмотрите. Часы заработали. Заработали часы. Ну, это вот уже. Тем более, не потекшие. В хорошем состоянии часики. Так, ну что. Момент истины. Так, стоп. Сразу же проверяем, на каком напряжении. Все нормально. 220 вольт. И... Так, сразу же заработали моторы. Ой, что-то с аппаратом, честно говоря. Честно говоря, не пойму. Ну, не могу искать. По крайней мере, что-то там моторы пытаются крутиться, что-то щелкает. Я, наверное, его отключу, коллеги. Потому что, если мотор рабочий, хоть один, это же хорошо. Пускай он работает. А вот то, что он сразу включился, без нажатия кнопки, он, ну... Скорее всего, наверное, кто-то его когда-то уже ремонтировал. А может быть и нет. Вот такой, в принципе, аппарат. Опять-таки, тушка с рабочими часами. Прошу заметить. И, и... Самое же главное. Вот, вот, вот карманчик. Вот карманчик вот для этого аппарата. Вы, наверное, помните с прошлого видео, то этот аппарат. Если нет, я оставлю описание. Ссылочку под него. Вот. Еще и с наклеечкой. Вот, отлично. Вот так вот получится. Надо будет сегодня-завтра быстренько перекинуть. И аппарат будет у меня в полной комплектации. А вообще, зачем купил? В первую очередь, покупал из-за карманов. Я вам скажу честно. Это та запчасть, которых, в принципе, днем с огнем не найдешь. Если мотор еще и ремонтируется, то карманы, они чаще всего ломаются, и их нигде нет. Они должны быть всегда в запасе. Плюс часики, может быть, я надеюсь, тюнер будет рабочий. Помыть, вот когда он отмоется, тогда можно о чем-то еще судить. То, что он полурабочий, ну, то такое, по крайней мере, по крайней мере, у нас работает блок питания. А блок питания работает уже полбеды. Вот такой сегодня получился обзор. Вы знаете, вот, то пусто на барахолках, то густо, то ничего, то два дня. Вот два дня я с аппаратами, получается. Так, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо. Всем до свидания. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Сдавайте вопросы. Я всегда рад, буду ответить на них. Всем мира, добра. Пока-пока.